Всем привет, друзья! Сегодня у нас после некоторого перерыва благожданная встреча с доктором экономических наук, профессором, руководителем Русского экономического общества Валентином Юрьевичем Катасоновым. Валентин Юрьевич, приветствую вас! Всем добрый вечер! Мы живем в эпицентре очень важных событий. Валентин Юрьевич, Россия оказывается едва ли не в самом фокусе мировой политики. Вы, насколько я знаю, после поездки в Турцию могли бы поделиться с нами своими впечатлениями. Мы, наверное, с этого и начнем. Что вы могли бы нам, какие свои ощущения, передать от посещения с одной стороны Турции, а с другой региона, который сейчас тоже у всех перед глазами, и который можно назвать Ближним Востоком, наверное. Все-таки Турция не последняя, которая там играет. Можно сказать, это ваш регион, Александр Иванович. Да, и мой, да. Рабист, Рабист, да. Ну, я должен вам сказать, что, конечно, находясь в Турции, немножко меняется угол зрения, да, по-другому воспринимаются события в мире, по-другому расставляются акценты. Ну, поскольку я общался как с отдыхающими, отдыхающие – это наши сограждане, там же были европейцы, Германия, из Франции, ну и, конечно, русскоязычные турки. Турецким языком я не владею, но достаточно много русскоязычных турков, с которыми я уже не один год знаком, поэтому были какие-то разговоры на эту тему. Вот. Ну, что я хочу сказать, что, конечно, в фокусе внимания таких, по крайней мере, образованных и политически, как бы, заточенных турок – это события на Ближнем Востоке, те, которые начались 7 октября прошлого года, вот, с известных событий на границе между Газой и Израилем, вот. Ну, и уже второй год длится эта история, и просто я удивился, что, по крайней мере, мои собеседники, мне трудно сказать, что такое среднестатистический турок, но те русскоязычные турки, с которыми я общался, они очень глубоко знают этот вопрос. Вот. Ну, и тут он, наверное, задает даже президент Турции Раджи Пардоган, потому что мне кажется, что он достаточно смело на фоне других государственных деятелей, я имею в виду деятелей других государств, более смело и внятно описывает, что происходит в Израиле и вокруг Израиля. Вот. Ну, я, в общем, понял, для того, чтобы хорошо понимать, что такое Израиль, нужно, конечно, жить на Ближнем Востоке. Да, европейцы, американцы, да и русские, все-таки весьма смутно понимают многие тонкости, но, может быть, только за исключением тех русских, которые являются арабистами, как вы. Их понимание, по мнению турок, базируется на учебниках и средствах массовой информации, которые врут или сильно искажают историю и реалии того, что принято называть еврейским вопросом. Вот. Ну, тут я почему-то вспоминаю, по-моему, мы с вами обсуждали тему, такую, как Франклин Рузвельт и его смерть, или, вернее, его убийство. Я просто почему-то вспомнил сейчас эту сцену, когда на обратном пути с Ялтинской конференции американский президент Франклин Рузвельт встречался с саудовским королем в Каире на борту американского судна. И они там достаточно плотно обсуждали разные вопросы. Ну и, в частности, вот беседу эту как-то ретранслировал или воспроизвел советник президента Гарри Гопкинс. И Гарри Гопкинс сказал, что, в общем-то, американский президент признался, что за время беседы с саудовским королем он узнал столько, сколько он не знал за всю свою предыдущую жизнь. Вот так вот. Ну и даже Гопкинс приводит в своих воспоминаниях слова Ибн Сауда, который якобы сказал следующее. «Уже 2000 лет, как нам давно, известно все то, чему вам пришлось научиться с помощью двух мировых войн». Вот в 20 веке вроде бы европейцы и западники стали что-то понимать. Вот такие интересные у меня параллели, реминесценции. Ну и, в общем-то, мы вроде бы хорошо знаем историю. Да, вроде мы можем пересказывать многие события, скажем, историю 20 века, историю Первой мировой войны, историю Второй мировой войны. Но мы очень редко задаемся вопросами, а кому эти войны были выгодны и каковы их цели? Или все-таки мы продолжаем мыслить по-прежнему, что это вот некое случайное как бы совпадение разных событий, которое инициировало эти войны, и войны дальше уже продолжались хаотически? Нет, вот мои знакомые турки считают, что эти войны имели четкие цели, и эти две мировые войны были спровоцированы и подготовлены сианистами, и цель у них была вполне четкая – это добиться создания государства Израиль. Вот так они четко мыслят. Честно говоря, я никогда вот под таким углом зрения не мыслил. Да, я могу пересказывать события Первой и Второй мировой войны, могу там называть победителей и проигравших, могу пересказывать там повестку дня Парижской мирной конференции, но вот так вот я впервые задумался, каковы цели двух мировых войн. Вот. Ну и тут, я вам должен сказать, как-то, видимо, промыслительно получилось так, что я в дорогу взял с собой почитать Дугласа Рида «Споры Сиони». И вот эти разговоры наложились на книгу Дугласа Рида. Я думаю, что нашим зрителям эта книга, по крайней мере, ее название известно. Вот. Книга достаточно толстая. Кстати говоря, я тут немножко отойду в сторону. Я, конечно, очень был поражен этой книгой. Я ее уже читал второй раз. Чем я был поражен? Ну, Дуглас Ридц – это английский журналист, очень такой известный, до Второй мировой войны журналист, работал в «Таймс». Вот. Накануне войны он был корреспондентом «Таймс» в Германии и Австрии, поэтому он очень хорошо чувствовал атмосферу подготовки ко Второй мировой войне. Ну, и вот он уже после образования государства Израиль в 1948 году. Да, после этого он, безусловно, стал уже не очень рукопожатым журналистом, потому что слишком говорил прямо и правдиво. Многим это не нравилось, поэтому он даже сам добровольно принял решение покинуть «Таймс». Вот. И дальше он написал еще несколько книг. Он и до этого писал книги. Но вот книга «Споры сионят» – это, наверное, самая такая его известная книга. Я просто был поражен, знаете, чем? Что он ее писал достаточно долго. Писал сразу же, по горячим следам, после создания государства Израиль. С 1949 года по 1956 год включительно. Он писал ее. Четыре года работал в библиотеке Нью-Йорка. Работал по первоисточникам. Работа прекрасно собжена десятками и сотнями источников, ссылок и так далее. Это гигантская работа. Я пишу тоже книги. Я понимаю, сколько же сил и времени затратил Дуглас Ритт на это. Но самое интересное, что он писал ее как бы для самого себя. Он как бы не имел никаких внешних цензоров. Даже не предполагал их. То есть он писал предельно откровенно. И этой книге можно доверять. То есть он как бы был наедине со своей совестью. И когда пишешь такие книги наедине со... Ну, даже вот я могу сказать, что когда что-то пишешь, всегда думаешь, ага, вот это я пишу для такого-то издательства. И, соответственно, значит, это издательство имеет такие-то писанные и неписанные ограничения. У Дугласа Рита этого нету. То есть он заведомо писал, не рассчитывая, что его книга будет издана. Он умер в 1975 году в Южной Африке. А книга была впервые издана только в 1977 году. Вообще я должен сказать, что это подвиг. Писать книгу, зная, что эта книга будет издана или даже не будет издана. Ну, в общем, она не будет точно издана при жизни человека, писателя, автора. Но вот так получилось, что она была издана только через два года после смерти Дугласа Рита. Он умер в Южной Африке в возрасте 81 года. Вот такие вот любопытные моменты. Поэтому этой книге можно доверять и нужно доверять. Она, условно говоря... Да, мы, кстати говоря, с турками-то обсуждали эту книгу. И поэтому есть смысл тоже все-таки кратко о ней сказать. Книга, она имеет подзаголовок «История еврейского вопроса за 2500 лет». И книгу можно разделить условно на две половины. Первая половина – это начиная со времен Авраама и Моисея и до где-то примерно середины XIX века. До середины XIX века эта первая половина книги кончается главой, посвященная британскому премьеру Дизраэля. Очень интересная фигура. Я с удовольствием прочитал эту главу. Дизраэля, понятно, по крови еврей. Первый, наверное, единственный пример Британии, который действительно по крови еврей. Но он очень жестко оценивал иудаизм. Причем ту версию иудаизма, которая уже на то время царила. И предупреждал о том, что в ближайшее время может появиться то, что он еще не мог подобрать правильное название, то, что потом стали называть сионизмом. Он просто вот это предупреждал. Он написал ряд книг, в том числе художественных произведений, где все это описано. Вот у него была интуиция, у Дизраэля. И вторая половина книги – это уже, собственно говоря, история сионизма. История сионизма. Вот. Не буду сейчас пересказывать вторую половину книги. То есть это где-то с последних десятилетий XIX века, когда, значит, на арену уже выходит герцель, да, герцель-основатель, значит, сионизма. Всемирный еврейский конгресс, да. Да, да, первый всемирный конгресс в Базеле в 1897 году. Ну, а потом, значит, в 1904 году он умирает. Достаточно странная таинственная смерть. Вот. Эстафету он перехватывает Хаим Вейцман. И Хаим Вейцман действительно, значит, несколько десятилетий добивался создания государства Израиль. Это интереснейшая тема. Самое удивительное, что Хаим Вейцман родился в Российской империи. Родился в какой-то деревне, на территории современной Белоруссии. В общем, из каких-то совершенно таких глухих мест. Из черты оседлости. Вот. И Дуглас Рид описывает, как перед Хаимом Вейцманом трепетали премьер-министр Великобритании и американские президенты. Вот такая вот интересная история. Интересная история. Конечно, Дуглас Рид честно признается, что он до конца не понимает, как это могло быть. Как вот этот никому неизвестный Вейцман из какой-то деревни, из какой-то глухой деревни, черты оседлости, вдруг оказался в европейских столицах. И, собственно говоря, диктовал государственным деятелям, что им делать. Они, конечно, были против всего этого, но они были уже подневольные. Они были подневольные, о чем, кстати, и Дизраэль предупреждал, что они могут подпасть под влияние вот этой еврейской верхушки. Потому что, наверное, Израиль лучше других понимал, что такое еврейская верхушка. Ну, как бы там ни было, значит, в 1922 году Лига наций выдает Великобритании мандат на Палестину. Значит, любопытно, что ведь на протяжении четырех столетий Палестина она находилась в составе Османской империи. Да, в составе Османской империи. Собственно, Османская империя, она была отменена на Парижской мирной конференции 1919 года. Ну, и вот Османскую империю разделили. Часть этой империи – это республика Турция. Часть, в том числе Палестина – это уже то, что находилось под протекторатом. Ну, в данном случае, значит, это было поручено Великобритании. Великобритании. Ну, мы с нами знаем хорошо, значит, манифест Вальфора 1917 года. Мы знаем, что Лойд Зорс потом, значит, пытался реализовать вот эти решения Лиги Наций. Вот. Ну, надо сказать, что Палестина была населена в основном арабами. Что касается лиц еврейской национальности, то они там были просто редкими экземплярами. Редкими экземплярами. И, естественно, никто добровольно из лиц еврейской национальности ехать в эту самую Палестину не желал. Хотя, значит, Вейцман пытался через Бальфора, через Лойд Зорджа и через Уудро Вильсона как-то добиваться того, чтобы евреев и пихивали вот в эту самую Палестину. Ничего не получалось. Вот. Ничего не получалось. Ну, Вторая мировая война, Вторая мировая война, она, собственно говоря, была нацелена на создание государства Израиль. Безусловно, что вот эти гонения евреев, они были нацелены на то, чтобы они спасались именно в этой самой Палестине. Вот. Для того, чтобы они почувствовали, что такое очаг национальности. Да, а не где-то там Европа, где в любой момент может появиться беснователь Гитлер. Хотя, тот же самый Дуглас Рид очень откровенно пишет о том, что Гитлер – это действительно детище сионизма. Детище сионизма. Ну, это и по другим книгам сегодня уже известно. Ну, основные спонсоры, конечно, гитлеровская Германия – это, безусловно, западные корпорации. В основном, с этим вот национальным подтекстом, и американские, и британские, и европейские. Кто этого сейчас уже, по-моему, и не может скрывать. Ну, я даже целую книгу написал о капитализме, истории, идеологии денежной цивилизации, где я как бы показал, как создавался этот еврейский капитал. И, собственно, еврейский капитал он и подготовил, и провел буржуазные революции. Дальше уже началась другая для него жизнь, которую очень четко формировал один из Ротшильдов, который сказал, дайте мне возможность печатать деньги, и мне плевать, кто и какие законы пишет. Я должен обратить внимание на то, что совершенно правильно Дуглас Рид делает следующее. Он цитирует в основном тех авторов, которых принято считать либо евреями, либо иудеями, либо, значит, гражданами Израиля. Потому что если бы это были бы цитаты каких-то неевреев и не иудеев, то тогда бы начался бы свист и стали говорить о том, что это все антисемитизм. А практически я обратил внимание, что ссылки, источники почти все именно такие. Это очень важно, это очень ценно. И я должен сказать, что, в общем-то, значительная часть европейского еврейства, сефарды так называемые, они были категорически против создания государства Израиля. А двигателями этого процесса были в основном так называемые ашкеназы, или восточные евреи, или хазары, или их даже просто называют хазарами. И, конечно, Айм Вейсман – это яркий представитель этих самых хазаров. Ну и многие авторы, в том числе и еврейские авторы, говорят о том, что глупое выражение – антисемитизм. Какой может быть антисемитизм, если в Израиле, по самым таким осторожным оценкам, более 90% граждан – это лица, которых следует называть хазары. Это тюркская группа крови, не имеет ни малейшего отношения к семитам. Наш коллега и друг Исраэль Шамир, который выступал на седании русского экономического общества, он и тогда, и потом в других ситуациях несколько раз говорил о том, что если и есть семиты в Палестине, то это среди арабов, среди палестинцев, тех самых арабов и палестинцев, которых сегодня убивают. Вот я почти буквально цитирую Исраэля Шамира. Ну, я думаю, что и нынешняя украинская элита на 90% имеет те же самые этно-религиозные корни. Наверное, наверное, да. Так что кровь тут ни при чем. Кстати говоря, изначально-то ведь сионизм был задуман как чисто светская сфера, как чисто светский проект. Это вроде как политика, это вроде как создание своего государства. Кстати говоря, Герцель согласен был даже на то, чтобы где-то там в Африке им отвели место, и они бы это организовали. Но это вызвало очень серьезный протест среди части его бывших сторонников. И есть даже такая версия, что в 1904 году его просто отправили на тот свет. И уже Хаим Вейсман, он сказал, нет, нам нужна только Палестина. Палестина и ничего другого. Ну и вот я тут немножко увлекся, я хотел вернуться к Турции. Значит, Эрдоган прямо называет нынешнего премьер-министра Натаньяху вторым Адольфом Гитлером. Да, Израиль он называет Третьим Рейхом, вот так вот. То есть он себя не ограничивает никакими словами в этом смысле. Это другие государства грмутся чего-то, а Эрдоган все называет своими именами. Но при этом продолжает торговать. Да, да, безусловно, это Эрдоган. Но, тем не менее, я хочу сказать, что Эрдоган напрягся после 7 октября прошлого года. Значит, особенно он напрягся после того, как начались военные действия против Ливана. Вот. И Эрдоган уже несколько раз заявил о том, что следующие удары будут нанесены по Турции. А Эрдоган озвучил то, что, в общем-то, нечасто мы слышим, что есть Израиль, а есть Великий Израиль. Есть Великий Израиль. И Великий Израиль это не то, что нынешний Израиль. Кстати, Эрдоган еще называет Израиль недогосударством, неполноценным государством. Но в этом смысле он, наверное, прав. Он прав, потому что действительно Израиль не имеет четких государственных границ. Не имеет четких государственных границ и даже не пытается как-то их определить. Более того, значит, единственная попытка определить четкие границы двух государств были предприняты в 1947 году Организации Объединенных Наций. Я имею в виду двух государств, кроме Израиля это еще и Палестина. Вот. Эти решения от 1947 года были проигнорированы. И если посмотреть на карту Израиля нынешнюю, то мы увидим, что там существенно большие территории, чем то, что было отведено Организацией Объединенных Наций в 1947 году. Вот такие вещи. То есть они себя ничем не ограничивают. И более того, я был очень удивлен, неужели, значит, национальные границы не являются обязательным атрибутом государства. С точки зрения международного права, я даже посмотрел международное право, учебник, да, это обязательный атрибут. Но, кстати, в одном учебнике в сноске было написано, иного мнения придерживается ряд юристов Израиля. Они считают обязательным атрибутом государства. Вот, видимо, на это и обращает внимание президент Турции Эрдоган. Да, они себя ни в чем не ограничивают. У них, значит, есть идея Великого Израиля. От Нелы до Ефрата, да. Великий Израиль – это гораздо более сроки территория. Да, ну, значит, тот ряд министров израильских, они себя уже не особенно ни в чем не ограничивают. Они прямо говорят о том, что им надо. Ну, кстати говоря, еще даже Феодор Герцель говорил, что да, пока для нас Палестина недосягаема, вот, мы пока там ограничимся Кении или еще какой-то территорией. Но он говорил, что территория еврейского государства должна простираться от Нила до Ефрата. Да. А Раби Фишман, который выступал в комитете ООН в 47-м году, сказал следующее. Земля обетованная простирается от Нила до Ефрата и включает в себя часть Сирии и Ливии. Это было сказано в 47-м году. Вот, тут отличился министр финансов Израиля. Кстати, в интернете есть фильм, если его еще не забанили. Этот фильм называется «В Израиле, двоеточие министра хаоса». Сняли французы и немцы. Есть такая студия «Арт-репортаж», они сняли документальный фильм, который так и называется «В Израиле, двоеточие министра хаоса». Вот, и там, значит, выступает этот самый Смотрич, министр финансов, и говорит, «Я хочу еврейское государство, которое действует в соответствии с ценностями еврейского народа». Написано, что будущее Иерусалима расширяться до Дамаска. До Дамаска, вот так вот. А тут еще интересная такая вещь, на которую обратил внимание один мой турецкий собеседник. Он говорит, а вы посмотрите в интернете на обмундирование израильских солдат. Ну, он мне сам уже тут же и показал эту картинку. Значит, на этой картинке обмундирование. Стоит солдат по обмундированию, а у него нашивка. На рукаве нашивка, изображающая символическую карту Великого Израиля. И вот мой турецкий собеседник, он сказал, эти контуры включают в себя Саудовскую Аравию, Египет, Иран, страны Персидского залива. А также добавил он Турцию, а также Турцию. Вот. И после этого я стал внимательно следить за выступлениями Эрдогана. И действительно, Эрдоган сказал, что после военного вторжения в Ливан, следующим объектом Израиля может стать Турция. Может стать Турция. Вот так вот. До сих пор вроде бы в Турции никогда не вламывались, а тут хотят вломиться. Правда, я уже обсудил этот вопрос с некоторыми экспертами, они говорят, но вряд ли. Потому что тут возникнет очень сложная коллизия. Турция весь станет на то, да. Вот. Вряд ли все-таки турки полезут на рожон. Ну, на что, значит, один эксперт сказал, что да, напрямую израильтяне не будут внедряться, но у них есть ведь разные курды и прочие, которых они просто-напросто натравят на Турцию. Поэтому, в общем-то, в Турции в последние дни определенная напряженка образовалась. Вот такая вот интересная история. Ну, может быть, поэтому Эрдоган сейчас в Казани. Да, вот как раз и хотел сказать, что он приехал в Казань не для того, чтобы... И там же, кстати, Саудовский наследный принц, там Египет, кстати, говорят, там тоже стоит в очереди в Брикс. То есть страны окружающие, так или иначе, Израиль, достаточно влиятельные и могущественные, одни финансово, другие населением, они, в общем-то, уже понимают, что плиты начали двигаться тектонически. В Америке не поймешь чего, и неизвестно, что будет через две недели, когда пройдут эти долгожданные, значит, вот эти выборы, вот, и все начнет, может быть, стремительно меняться. От Трампа, кстати говоря, ничего хорошего арабскому миру ждать не приходится. Он еще больший ястреб, чем любой... Да, он готов упасть на колени перед израильскими раввинами. Ну, он же перевел, с его благословения перешла столица с удовольствием Израиль под прикрытием Трампа, перетащил ее из Тель-Авива в Иерусалим, нарушая, кстати говоря, и резолюции Совета Безопасности ООН, в соответствии с которыми он был создан. Да, тут любопытная вещь, значит, вы знаете, я как-то так немножко решил абстрагироваться и посмотреть. Значит, сегодня мы все жалуемся на то, что международное право не работает. А ведь к этому, что международное право не работает, нас приучали на протяжении 76 лет. После того, как в мае 1948 года было создано государство Израиль, тут же началась заваруха. Эта заваруха не прекращалась ни на один день. Ни на один день, 76 лет заваруха идет. Значит, Организация Объединенных Наций почему-то закрывает глаза на то, что резолюция ООН не исполняется. Организация Объединенных Наций закрывает глаза на то, что до сих пор в израильском законодательстве не определены границы этого государства. Но, значит, получается интересное дело. Казалось бы, Израиль должен быть благодарен ООН, потому что именно эта организация легализовала это государство. Легализовала это государство. Но по решению Нитанияху сейчас генеральный секретарь ООН Гутерреш. Снова персоной Натграда. Вообще, конечно, мир сошел с ума, но первым точно с этой точки сдвинулся Израиль. Вообще, на мой взгляд, Израиль просто встал на какую-то самоубийственную дорогу. Не знаю, что это. Не высвечивает это беззаконие, которое происходит во всех странах мира, почти во всех странах мира. Ну, Израиль, Валентин Ильич, я там прожил долго, знаю хорошо обстановку. И вообще, когда я смотрю на то, что творит Израиль, я думаю, что произошло с евреями, которые всегда считались мудрыми, хитрыми, изворотливыми, хорошо считающими на много ходов вперед. Вот такое впечатление, что Израиль решил создать ситуацию, при которой его шансы выжить будут практически сведены к нулю. Александр Иванович, вы тут еще даете, как бы мне подсказку, еще одну тему озвучить. Это тема заявления американского, будем так говорить, ветерана Гендри Киссинджера, который был сделан в 2012 году. Он коротко сказал, Израиле осталось жить 10 лет. Это было сказано в 2012 году. Тогда это вызвало сильное возбуждение, начали обсуждать, что же имел в виду гуру внешнеполитический. Было очень много версий. Наиболее простая версия была озвучена одним чиновником из российского МИДа, которого я спросил. Он сказал, да старик просто уже с ума спятил. Ему 90-й год идет. На тот момент ему ушел 90-й год. Нет, Гендри Киссинджер с ума не спятил. И вот сейчас я только начинаю понимать, что же хотел сказать Гендри Киссинджер в 2012 году. Он как бы дал намекнуть на то, что начнется какая-то серьезная заворуха. Я просто по некоторым источникам понял, что в 2012 году уже Гендри Киссинджер располагал секретными документами о подготовке этой войны. Это не рядовая война. Не рядовая война. Да она может быть поставлена в ряд с шестидневной войной 1967 года или с войной судного дня 1973 года. А может быть даже покруче. Даже покруче. И ведь Гендри Киссинджер сам участвовал в подготовке некоторых войн. Вот я упомянул шестидневную войну. Я просто покопался и понял, что Гендри Киссинджер не мог не участвовать в подготовке этой войны. Тем более он участвовал в подготовке войны судного дня. Потому что на тот момент он был секретарем, вернее он был советником президента Соединенных Штатов по национальной безопасности. И стал госсекретарем незадолго до начала вот этой самой войны судного дня. Он ее готовил. Но это осторожный дипломат, который понимает, что здесь нельзя двигаться быстро и резко. Поэтому степ-бай-степ, шаг за шагом. А то, что он увидел, да, по другим источникам уже известно, что одни говорят 10 лет готовили эту войну, другие 20 лет. Генри Киссинджер был знаком с этим планом. Он не мог выдать эти секреты, но он дал сигнал. Он дал сигнал. Потому что Генри Киссинджер совершенно правильно оценил ситуацию, что при нынешних действиях Израиль может себя уничтожить. Ну, я вам скажу так, Валентин Ильич, я работал в Сирии, хорошо знаком с палестинскими организациями. Они не все такие миролюбивые, как сейчас. Считается, что Организация освобождения палестины, ООП, или Национальный фронт освобождения, там разные есть, разные, условно говоря, течения. Есть очень радикальные. Очень есть аппликальные. Есть те, которые стоят практически на грани. Все это называется национально-освободительное движение, по крайней мере, в мои годы, когда я работал в Сирии, это так называлось. И я вам скажу такую вещь, что Израиль окружен плотным кольцом люто ненавидящих его и в лице как армии Цахал, так и мирного населения, огромных арабских стран. Они разные по размерам, там в Сирии 20 миллионов, в Египте там под 100 миллионов, наверное, 80 с лишним. В Ливане поменьше, но там есть палестинцы, примерно столько же, да, в Израиле всего 10 миллионов. То есть, понимаете, это огромное арабское море. И вот говорят, они уничтожили там верхушку Хезбаллы. Ну, извините меня, мы бывали много раз в Ливане, знаем кое-что тоже об этом. Я вам скажу, что при таком количестве арабской бедноты, просто такой, знаете, пауперизм арабский. Вот эта молодежь, которая слоняется без дела, брать, снарядить, натаскать эту молодежь, которая заранее уже воспитывается в духе ненависти. Это даже не надо никого уговаривать, я вас уверяю. Никакой мобилизации, ничего этого не надо. Они сами придут и сами запишутся и встанут под ружье. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, Израиль такое ощущение, что он повышает градус напряженности и одновременно опирается на один костыль, который называется США. Европа ему не поможет ни одного раза, ни Франция, ни Германия, никто. Отвернуться мгновенно. Он даже сказал, что мы помогать не будем, да. А США сами находятся в такой ситуации, что я, честно говоря, не знаю, что там будет через месяц. Поживем, увидим. В этом смысле, конечно, ну а Турция, извините, вторая, это, вообще говоря, первая армия по численности, оснащенности и тренированности в Европе, в НАТО. Она вторая по численности вообще в НАТО в целом. Да, и вот и в этом плане, так сказать, ну, если придется схолестнуться, да еще я учитываю арабский фактор, я думаю, что Израиль очень сильно, тут еще Иран очень сильно может не поздороваться. Действительно самоубийственная такая проблема. Но правда, к сожалению, я обратил внимание на то, что отношения между Турцией и Ираном, мягко выражаясь, прохладные. Ну, две региональные державы, одна спорит с которой персы и турки. И, конечно, даже когда все успокоится, сами по себе эти центры силы, полюса противоборствующие, они никуда не денутся. Древние нации с огромными амбициями и с довольно сильным уже военно-политическим потенциалом. То есть, ну, наверное, резюмируя, Валентин Ильич, хотелось бы сказать, что нам, мы будем сейчас наблюдать какой-то очень быстрый во времени и драматический разворот событий. Ну, я хочу сказать, что, знаете, как бы вот такие моменты, занавес приподнимается, и то, что скрывалось от людей на протяжении многих лет и десятилетий, сейчас все становится видным и понятным. Особенно это хорошо видно и понятно с Турцией, которая не так далеко от Израиля. Из России немножко все по-другому выглядит. У нас все сконцентрировано сегодня на событиях на Украине, в Курской области. Но, тем не менее, без понимания того, что происходит там, мы не поймем и то, что происходит на Украине и приграничных областях России. Ну, очень отрадно, что страны этого региона, которые, конечно, ну, изрядно нахлебались, так сказать, и от Англии, вообще от англосаксов, и память у них хорошая, страны древние, они уже начинают смещаться в сторону России, в сторону БРИКС. Это отрадно, вот, хотя само по себе это еще ничего не решает. Там еще разбор полетов впереди и окончательная конфигурация этого региона, расклада сил, результатов всех этих боестолкновений на всех фронтах. Но Израиль, конечно, открыл себе уже несколько фронтов. Чего он добивается, понять невозможно. Валентин Ильич, огромное спасибо за Ваше впечатление. Я думаю, нашим зрителям будет интересно и полезно именно с Вашими глазами увидеть эту ситуацию. Я не арабист, я не специалист по Ближнему Востоку. Вот такое свежее, непредвзятое восприятие событий. Тем не менее, относители, все-таки турки – это носители вот этого самого тонкого ощущения момента, который там сейчас происходит. И мы будем надеяться, что дальнейшие события, они прояснят ситуацию. Нам надо устоять, выстоять и пройти этот очередной крутой поворот в многострадальной русской истории. Так что, Валентин Ильич, спасибо Вам за это Ваше мнение, за впечатления Ваши. Напомню, мы беседовали с доктором экономических наук Валентином Юрьевичем Катасоновым, руководителем Русского экономического общества, профессором. Спасибо и до новых встреч. Спасибо за внимание. До новых встреч. Спасибо. 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 Спасибо.